Привет! Вы на канале о науке и образовании. С вами Владимир, и это видео со студентом MIT, который закончил только что свой 4-летний бакалавриат. Мы собираемся сейчас поговорить о всех особенностях обучения, о деталях прохождения лекций, о том, как идут научные проекты, делаются курсовые, проходят стажировки, в том числе стажировки по созданию электроники для телефонов Apple. Обсудим нагрузку при обучении на инженера и о том, куда идут потом после выпуска студенты MIT. Привет, ребята! Вы очень давно просили снять вам продолжение с Никитой. У меня было первое видео о том, как он поступил в MIT. Мы снимали в течение первых двух недель его первого курса. Ну, а сейчас вот уже последние две недели его четвертого курса обучения в MIT. Ну и, конечно, хотелось бы узнать, как, чего здесь происходит, как была учеба, какие впечатления, особенно в сравнении с Вистехом, где ты успел немного поучиться. Расскажи, как бы, с самого начала, может быть, не все зрители помнят, какой у тебя был ориентир. Ты поступил главным образом благодаря Олимпиаде по физике азиатской. Азиатская физическая Олимпиада, да. Да. Вначале ты говорил, что вот тебе интересна инженерия, тебе интересны квантовые компьютеры, и вот в эту область ты собирался двигаться. Скажи в итоге, вот куда примерно ты стал направляться, что ты взял как мейджор, то есть как основную специальность, может быть, майнерс. Я помню, что ты говорил, что ты собираешься взять испанский и физику. Взял, взял испанский, да. Да? А физику взял как? Ну, мой основной мейджор сейчас, я заканчиваю, это electrical engineering. Я хотел делать дабл мейджор по физике, но в итоге, в итоге не до конца решился. А майнера у меня нет, но у меня концентрация как раз в испанском. То есть ты поступил на первый курс. В какой момент ты пришёл и сообщил, какой у тебя будет мейджор, то есть основная специальность в университете? На втором курсе. Особо здесь студенты об этом не парятся. Мой основной фокус был просто брать классы, которые мне интересны, и потом просто посмотреть, под какой мейджор это подходит. И в итоге это подошло под electrical engineering. Так. Как раз в середине второго курса где-то. А сколько примерно нужно сдать предметов, чтобы мейджор получить? Ну, диплом, грубо говоря. Зависит от мейджора, но мне кажется, в среднем, в среднем в MIT, да, если ты делаешь минимальную нагрузку, то можно брать 3-4 класса в семестр и закончить MIT вот за 3,5-4 года. Но мало кто это делает, то есть люди амбициозные. Я слышал, да, там 6-7 люди берут. Ну да, это вообще часть культуры MIT, что всем всегда сложно, все говорят, что всем сложно, но оно не должно так быть. Это просто каждый человек выбирает себя загрузить 6-7 классами или сделать стартап, или сделать проект какой-то, или заниматься ресерчем. И поэтому всегда в итоге все нагружены. Сейчас мы с Никитой зашли внутрь здания MIT. Большие картинки – это последние нобелевские лауреаты по экономике. Точнее, да, это все. Все нобелевские лауреаты по экономике. А маленькие картинки – это студенты решили распечатать всех преподавателей гуманитарных, чтобы сказать спасибо, что мы подчеркиваем не только нобелевских лауреатов, а тех, кто трудится на факультете в целом. По поводу нагрузки. Скажи чуть подробнее, как ты стал себя нагружать? То есть вот сколько предметов ты взял в первый семестр, во второй и дальше? Первый-второй семестр лимитированы. Там MIT старается сделать так, чтобы люди исследовали разные части кампуса, и поэтому в первом семестре можно взять максимум 4,5 предмета, в втором семестре, по-моему, 5. Я, собственно, так и взял. Я взял в первом семестре 4,5, 5. Потом наступил ковид, и так как других никаких занятий вне кампуса не было, я решил пойти по хардкору и взять такой максимум, который люди берут здесь – это 7 классов. Это уже, получается, на втором курсе? На втором курсе, на первом семестре. И взяв вот эти 7 классов, я себе, по сути, обеспечил такую расслабленную жизнь на будущее. Последние 2 семестра я в этом семестре брал 2 класса, в том семестре я брал 3 класса и сфокусировался уже на исследованиях. Ну и в промежутке там было 4, 5, и я там занимался параллельно стартапами, занимался параллельно исследованиями. Вот примерно так. Если 7 или 5 – это жёстко, то есть, ну, грубо говоря, ты не спишь, у тебя там кроме учёбы ничего нет, никакой личной жизни, или это как бы норма, это такой ещё баланс жизни присутствует? Думаю, что 7 – это не баланс жизни, то есть… Уф, ну, а сколько было бы нормальным? 81 час в неделю у меня занимали вот эти 7 классов. Ну, это не занятия, а это занятия плюс домашка, то есть, это плюс то, что вы сами дома ещё делаете? Да, да. Ну, я ничем кроме этого не занимался, то есть, общался там немножко с друзьями, с девушкой проводил какое-то время, но в целом, по сути, всё время занимался учёбой. Но во время ковида особо других опций-то и не было. Поэтому мне показалось, что это хорошее время. Ну, а как ты, ну, сказал бы, сколько нормально предметов брать, чтобы, ну, чувствовать себя человеком? Мне кажется, 4-5 предметов – это вот такая хорошая цифра для того, чтобы ещё что-то делать параллельно. Заниматься там исследованиями, как я сказал, 90% студентов MIT за время бакалавра занимаются исследованием в какой-то лаборатории, например. Так, а скажи, пожалуйста, вот есть такой очень важный вопрос от некоторых моих зрителей. Вообще говоря, диплом дают не как принято во многих европейских вузов, там, российских, британских, что вот первый курс, второй, третий. Здесь нужно именно прослушать определённое число предметов, набрать кредитов, да, что вот ты эту специальность изучил и на этом можешь закончить. Вот скажи, пожалуйста, вот у тебя был такой момент, когда, ну, мог ли ты раньше закончить после двух или трёх лет обучения? Да, да, я выполнил требования своего мейджора, то есть своей вот этой основной специальности electrical engineering после двух лет. И, подожди, с одним мейджором ты уже можешь получить диплом и, там, уйти работать. Есть общие институтские требования, они включают в себя гуманитарные предметы, плюс какие-то обязательные предметы, там, матан должны все взять. Если кто не знает, это восемь гуманитарных предметов, независимо от того, на кого вы учитесь. И при этом нужно ещё сдать из физики два предмета, из математики два предмета, один биологический, один химический. Да, это правильно. И ты их ещё, ну вот... Так, в тот момент я их не все сделал. Ты их отложил на конец? Да, да, я просто как бы... Вот эти необязательные, точнее, обязательные предметы, которые не соответствуют моему мейджору, я растянул на все четыре года, а требования мейджора я выполнил за два. Реалистично, когда бы ты всё уже успел сделать? Ну, за три года. Ну, если бы я постарался, я мог за два с половиной года, если бы я просто в следующий семестр брал бы только обязательные классы, то я бы за два с половиной года выпустился. Ты был на гранте, и, наверное, те, кто учатся, ну, то есть нет какого-то смысла спешить и пораньше оканчивать? Ну, да, да. Моя цель была побольше исследовать. Я, по сути, этим и занимался, да, то есть сначала я сфокусировался сильно на учёбе, особенно благодаря ковиду, и потом я вот эти годы пытался посмотреть, что есть вне. Да, последний год я брал классы по фотонике, по квантовым компьютерам, до этого я занимался стартапами, и MIT создавал эту среду, поэтому я не видел смысла выпускаться раньше, так как у меня был грант. А ты знаешь кого-нибудь, кто раньше, меньше, чем за четыре года сделал бакалавра и прям вот ушёл работать? Ну, я знаю ребят несколько. В MIT не так много, но я знаю ребят, которые там за три, за три года, за два с половиной выпускались, потому что их обеспечивали родители, то есть их учёбу оплачивали родители, и им было как-то совестно задерживаться надолго. Ну да, учёба здесь стоит где-то 55 тысяч долларов в год, плюс жизнь довольно дорогая, поэтому, ну как бы, если вы платите из своего кармана, для некоторых людей разумно закончится раньше. Куда мы идём дальше? Идём в новое пространство MIT, которое было построено для всяких стартапов, как раз в это время ковида был большой бум всяких бизнес-инициатив, и вот в этом месте такое приятное, приятное место. Подошли мы сейчас к одному местечку, это общежитие Никиты. Если вы не смотрели на канале, было видео, где Никита жил, я его общагу показывал в MIT. Это какая-то новая, да? Да. Новая для тебя? Да, новая для меня. Но самая старая на кампусе, это последний год до реновации. Это общежитие известно тем, что оно самое культурно насыщенное среди всего кампуса и самое активное. То есть, например, это то общежитие, где собирали американские горки вот прямо здесь, студенты по собственному проекту выпиливали всё, и каждый год тут происходит какое-то мероприятие, где все студенты, инженеры из этого общежития собираются и делают какой-то очень масштабный проект, и вообще, ну, как бы, оно самое involved, самое, какое слово-то по-русски. Люди здесь больше всего посвящены каким-то коммунальным вещам, они друг с другом всякие мероприятия создают, и очень разная культура на разных этажах. Так, а мне рассказывают, что там после семьи можно без одежды ходить. Да, есть этаж, может, два этажа, где можно ходить без одежды, но на моём этаже нужно у нас no nipples policy. Там ты, когда показывал общагу, если кто не смотрел, обязательно посмотрите, там, я бы сказал, всё было такое, знаешь, модерновое, да, то есть безумное, хорошее здание, там, мне показалось, звукоизоляция вроде была ничего. Ну да. А здесь вот как? То есть, там, деревянные ли перекрытия, шумные ли, или, ну, знаешь как, ты доволен, или? Я доволен. Общежития вообще в целом, я пожил в семи общежитиях за время учёбы в MIT, и примерно они все одинаковые, то есть, если комната, например, я возъезжал, вот здесь комната, она у меня была довольно старая, я просто попросил, можете мне перекрасить стены? Это бесплатно делают, просто там за день, за два, когда ты заселился, тебя просят, там, выделяют тебе отдельную комнату и перекрашивают стены, и у меня вполне очень приличная комната. А скажи, пожалуйста, если, ну, не секрет, сейчас примерно какая стоимость на общагу, если ты живёшь один? По-моему, около пяти с половиной-шести тысяч долларов за семестр, то есть... Четыре месяца. Это, ну, это вообще четыре-пять месяцев, да, зависит. Так, но это включает питание трехразовое? Нет, питание это не включает, это просто жильё. Просто жильё. То есть, оно примерно сравнимо с тем, как если бы снимать в Кембридже, то есть, это полторы-две тысячи долларов с человека за месяц. То есть, ты выбрал всё-таки учёбу такую серьёзную, инженерное направление, и давай поговорим с тобой про уровень преподавания, потому что, ну, вот у тебя всё-таки есть опыт обучения на физтехе, и если сравнить, как это сложнее, легче, потому что, ну, давай немножко своё предубеждение скажу, что я здесь видел какие-то лекции, и часть из них, причём довольно много, были очень, я бы сказал, развлекательные, то есть препод в цветастой рубашке, там, раздаёт клубничку, там, или пончики, какое-то, ну, такое немножко шоу, и не совсем серьёзно, вот. И вот вопрос, может быть, это я на неудачные какие-то лекции сходил только, вот как у тебя, серьёзный или сложный уровень? Ну, я бы сказал, что прелесть MIT в том, что тут есть на вкус любого человека, то есть можно пройти весь MIT, беря классы, которые относительно простые, можно, но самый сок MIT, на мой взгляд, и то, что пытался выжить я, это классы, которые более серьёзного уровня, то есть те классы, на которые ходят... Это graduate или нет? Graduate classes, да. То есть это для аспирантов, на самом деле? Да, но бакалавры спокойно их могут брать, и это те классы, в которых ты сидишь, и у тебя вокруг выпускники лучших китайских вузов, швейцарских вузов и так далее. И это те классы, в которых уже нет шоу, в которых вы там берёте мел, доску, и уже всё выводите, и гораздо серьёзнее всё обсуждаете. Ну, и по моей специальности MIT – это лучший вуз в мире. Это electrical engineering. Да, и это видно, и тебе преподают преподаватели, которые делают исследования вот в этом конкретном предмете, и они выбирают, что тебе преподать. По сути, как бы ты там как бакалавр, но по сути там сидят студенты этого преподавателя, и он преподает своим студентам. Ты имеешь в виду аспиранты? Аспиранты, да. То есть там сидят аспиранты этого профессора, он хочет их чему-то научить, а ты как бы там просто за компанию учишься, можешь потом прийти к этому профессору в лабораторию. Поэтому уровень там сильно-сильно серьёзнее, вот. Я бы так сказал. Так. И по сравнению с физтехом, да, я брал на физтехе базовые классы там по Матану, и здесь я брал базовые классы по Матану. И, конечно, на физтехе вот этот первый курс, он сильно более глубокий, сильно больше доказательств, но как бы со временем, вот сейчас возвращаясь назад, я понимаю, что разница в том, что американская школьная система, она больше сфокусирована на софт-скиллах и каком-то общим образовании. Так, давай сейчас мы вот это чуть подробнее обсудим. Архитектура здесь очень интересная. Полицейские машины, причём это полиция какая-то местная, да, университетская. Это часы вот в том пространстве, про которое я говорил, и их особенность в том, что у них вращается циферблат вместо стрелки. Давай чуть подробнее про место, в которое мы идём. Так, мы идём в центр, который построили, завершили постройку во время ковида. Это центр инноваций, то есть там много венчурных фондов, в MIT есть несколько классов, которые выделяют студентам MIT или аффилированным людям с MIT. Там изначальный seed round, ну даже не seed round, а даже pre-seed round, то есть самые первые деньги для стартапа. 25 тысяч долларов, 26 тысяч долларов. И это ещё университеток даёт, да? Просто да, бесплатно, ну как бы, да, помогает студентам. Что произошло во время ковида, вдобавок к этому, MIT сделала такую вещь, что она сказала, что любая компания, любой стартап, который связан с MIT, может нанимать студентов MIT бесплатно, а MIT будет платить им зарплату. И поэтому во время ковида произошёл такой бум стартапов. И ты тоже в этом участвовал? И я участвовал, я вот участвовал в двух стартапах. Я разрабатывал там изначальные прототипы в Amiracare. Вообще не буду ходить деталей. И там другой стартап Otern. Вот этот год ковида я более-менее участвовал в основном только вот в этом помимо учёбы. Ну и вот, собственно, это здание, там 6 этажей, это просто это makerspaces, то есть туда люди приходят, брейнстормят, там постоянно всякие хакатоны, там всякие тренинги. Мы приходили в это здание пичить на стартап, чтобы нам дали фандинг на manufacturing, на дизайн и так далее. А офис Apple, в котором я стажировался этим летом, это как раз соседнее отсюда здание. И там ещё офис Google. На какой этаж соседен? На пятый. Но там разницы особо нет, они все сквозные посередине. Мы просто ищем где-то, где свободно. Вау, тут очень занято. Так, идём повыше. Тут слишком людно. Сейчас покажем вам пространство для стартапов. Ну тут тоже вон какие-то записи делают. А, приезжают на скутерах сюда. Здесь люди работают, да? Угу. Прикольное пространство, слушай. Реально классно. Вот как вам пространство для стартапов. Вот, кстати, как раз здание Google. Вот это. Google? Не видно, не видно. Вот это большое, стеклянное? Да, слева сверху, там эмблема есть. Да, да, да. Жжи. В общем, тут немножко всё оказалось занято, так что пойдём погуляем ещё. Я стажевался здесь в Apple последним летом. В Apple? Да. Вот в этом здании ещё офисы IBM, Capital One. В общем, несколько компаний. У Apple здесь примерно 30 человек. Почти все это выпускники аспиранта MIT. Google вот сюда со своим большим проектом приехал, и из-за того, что сотрудники у них получают много денег, цена на жильё здесь выросла и на еду. И они себе это могут позволить? А у MIT-шных аспирантов сейчас большие там дискуссии по поводу того, что им перестало хватать денег на существование. Соглашусь, здесь сильно дороже стоит еда, чем в Англии. На многие продукты где-то раза в три. Вернёмся к разговору про soft skills. Давай чуть-чуть поясни, что ты имеешь под этим в виду. То есть это написание эссе, там, не знаю, умение делать презентации или какие-то организаторские способности. И, ну, вот вообще, насколько это важно при поступлении или вот дальнейшей карьеры? Ну, вот в MIT поступают на первом курсе две очень контрастных группы. Это там 10% интернациональные студенты, и там 90% это американцы. Но на самом деле американцы это тоже, да, сколько из них там это иммигранты первого поколения. Но контраст в том, что часть людей приходит как интернациональные студенты с очень сильными техническими скиллами. И они вот приносят вот этот вклад. Короче, это победители международных олимпиад зачастую. Да, а американцы, они обычно не настолько жёсткие там в конкретных технических направлениях, но то, с чем они приходят, это часто умение себя продать, умение презентовать что-то, умение хорошо что-то написать. И поэтому на первых курсах интернациональным студентам иногда даже сложнее получать стажировки, потому что они хуже справляют с интервью, им сложнее получать проекты, потому что преподаватели там не хотят за ними проверять грамматические ошибки. И по сути вот, да, вначале вот эта масса смешивается, интернациональные студенты учатся презентовать себя, они обретают этот навык, а американские студенты там после первого-второго курса начинают уже, да, как бы догонять интернациональных студентов, и в конце выходит такая уже смесь, и мне кажется, это вот такая одна из уникальностей MIT, и мне кажется, это та причина, по которой MIT как раз набирает олимпиадников. Чтобы усилить вот эту технарскую составляющую? Да, 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 потому что вначале это стрессово для американских студентов, и для нас тоже стрессово, потому что мы не так хорошо можем коммуницировать, но в итоге происходит очень хорошая смесь. Такую небольшую поправочку внесу. Я не смотрел недавнюю статистику по MIT, но вот в Гарварде, как ты примерно сказал, то есть там около 15% это иностранные, а подавляющее большинство это местные студенты. Да. Действительно. И вот я бы хотел чуть-чуть уточнить вот этот момент, ты сказал, что мне так показалось, поясни. Если студент хочет записаться на исследовательский проект на первых курсах, то профессор может его не взять, если он иностранец, потому что, ну, грубо говоря, он будет плохо писать. Ну, это как бы не то, чтобы так кто-то скажет. Да. Вот, но при прочих равных у американца шанс выше. Ну, то есть возьмут, возьмут, скорее всего, многих, потому что это обеспечивает MIT. Вопрос в том, насколько преподаватель будет вовлечен в процесс, насколько у тебя есть высокий шанс публикацию сделать. Вот, у иностранных студентов публикацию на первых курсах сделать шанс меньше, просто потому что они хуже пишут. Я тут поясню, то есть я общался здесь вот со многими андеградстудентами, и они говорили, что не всем дают исследовательский проект, то есть вообще говоря, здесь быть вовлеченным в науку – это не гарантированно, если ты студент. И есть некий конкурс на то, чтобы профессор взял вас к себе в группу. И поэтому, ну, в общем, надо еще постараться. Ну да, да, нужно войти, и даже после того, как ты вошел, нужно себя проявить и поучаствовать в исследованиях. И это два челленджа. Это исследование, вот то, что называется Europe. Europe, да. Undergraduate Research Opportunity. А скажи, пожалуйста, ты сам с какого курса стал участвовать вот в таком проекте и какого рода вещами ты занимался? Я на первом курсе, я сначала не хотел идти сразу в абораторию, я хотел получить вот эти фундаментальные знания, обрести, ну, как бы, tools, да, для того, чтобы делать этот research. Базу создать. Да, 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 но у меня был настолько крутой преподаватель по, ну, там, системам коммуникаций, и он постоянно на каждом семинаре, он перед тем, как рассказывать какую-то тему, он рассказывал сначала то, как они ее используют в своих исследованиях и показывал примеры проектов. Я настолько впечатлился, что я к нему подошел там через три недели и сказал, блин, я хочу в вашей группе. Это прямо на первом курсе? На первом курсе, да. Это профессор Томас Паласиас, он занимается различными 2D материалами, графеном. Да, да, и, в общем, я к нему пришел, я у него работал полгода, моделировал микро-роботов, то есть это, по сути, микро-такие чипы размером с человеческую клетку, там есть транзистор, химический таймер. Идея такая, что, идея исследования в том, что мы потом, возможно, сможем их в себя поместить и, допустим, сделать какую-нибудь сложную операцию. Вот, я занимался там моделированием того, как с ними коммуницировать, потому что сквозь воду, сквозь человеческое тело тяжело сигнал проходит. А как, радиосигналом или как они управляются? Ну, там есть небольшой магнит и управляется, сейчас их местоположение управляется магнитом. Опять-таки, 4 года назад, я не знаю, какой сейчас статус этого исследования, и я как раз разрабатывал, как электрическое поле очень тяжело проходит через человеческое тело, а низкочастотное магнитное поле хорошо, и поэтому я разрабатывал как раз модель и считал то, как можно коммуницировать с этими клетками. Подожди, подожди, а вот это магнитное поле, оно нужно, там, грубо говоря, не знаю, там есть какой-то механический движок, который способствует... Как он дрейфует в теле? Ну, пока что, да, это всё как бы в стадии разработки, но, возможно, мы берём постоянный магнит и вводим вот так вдоль тела... А, типа как под бумажки ты вводишь? Как под бумажки, да-да-да, вот именно так. И, но, возможно, как бы идея была в том, что так как там есть логика, так как там есть транзисторы, то мы можем с этой штукой коммуницировать и, возможно, как-то направлять их в нужном направлении. Но, опять-таки, это всё в тот момент... А, подожди, а когда ты его завёл вот куда-то, что он там может сделать? Ну, какого рода активность у него имеется? Ну, сейчас он может, например, выпустить драг, то есть мы можем... А, то есть точечное лекарство. Лекарство, да. Можно также сделать какое-то измерение, то есть там есть какие-то химические таймеры, можно такое сделать, вот. Но потенциал большой, если мы сможем с ними коммуницировать. Но, опять-таки, я не следил за этим исследованием с тех пор. Ага. Так, а у тебя вышла какая-то статья? Или конференция? Или чем это закончилось? Вот этот проект, он закончился тем, что я просто презентовал в группе, наступил ковид, и всё более-менее свернулось. Потому что нужны лабораторные физические... Нужны лаборатории, и у всех куча была всяких проблем. И после этого я вышел. Но я понимал, что мне на самом деле не сильно хватает знаний. Даже несмотря на то, что я занимался междунаром по физике, я верил в то, что я могу что-то смоделировать. На самом деле, банально, там, статистика, линейная алгебра. Мне не хватало вот таких приспособлений, чтобы делать это исследование. Мне было тяжело, и поэтому после этого я ушел уже больше в учебу, но параллельно занимался какими-то вещами по типу стартапов, чтобы продолжать что-то вытаскивать из MIT, кроме классов. Про стартапы мы сейчас, конечно, поговорим чуть попозже. А скажи, пожалуйста, а вернулся ли ты еще к исследованиям вот в такой программе Europe? Или еще такая тонкость? Мне здесь ребята говорили, что вот участие в таких исследовательских проектах во время учебы, так как это не обязательно, но оно крайне нужно, если ты рассчитываешь пойти в местную магистратуру и рассчитываешь получить там грант. Вот расскажи про это. Так, ну... Сначала про проект. То есть еще ты потом стал заниматься? Я пришел... Я пошел учиться очень активно, и вот за два года я выполнил все академические требования, я взял классы, которые берут аспиранты, и я прокачал вот свои технические навыки на уровень вот аспирантов, например, с которыми я сейчас работаю. И я уже вот на четвертом курсе сознательно вот на весь год пришел, и сейчас я заканчиваю свой проект в группе Таргерцовой электроники, и, собственно, вот это то, чем я, по сути, кроме класса занимался последний год. Так, поясни, потому что, ну, то есть вот что именно ты делал? Ну, я сейчас заканчиваю... Я занимался дизайном чипа. Что такое Таргерцовая электроника? Да, это электроника на очень высоких частотах. На таких частотах в мире там 10-15 человек умеют делать дизайн. И эта группа и ее, как бы, клей – это как раз Таргерцовая электроника. А подожди, правильно ли я понимаю, что это немножко относится... Вот в первом нашем с тобой интервью ты рассказывал, что собираешься заниматься квантовыми компьютерами. Имеет ли это хоть какое-то отношение вот к этой технологии? Прямого отношения это не имеет. Это... В этой группе есть квантовые исследования, вот. Но, как я хотел сказать, в этой группе вот клей, который держат вместе – это Таргерцовая электроника. Но, по сути, это просто как инструмент. У нас есть человек, который занимается квантовыми компьютерами, человек, который занимается различными радарами, человек, который занимается криптографией, астрофизикой. И они просто, вот, имея вот это знание, которое ни у кого другого нет, используют это для того, чтобы применить это в каких-то вот таких вот проектах. И мой план, да, это получить вот этот навык и прийти тоже в квантовые компьютеры не с типичным знанием человека, который занимается из математики квантовыми алгоритмами или человека из физики, который, да, как бы это изучал просто абстрактно, а как человека, который может прийти и принести какое-то знание, сделать что-то новое, используя просто вот этот инструмент, который есть в этой группе. Поясни момент. Когда ты занимаешься этим проектом, это, ну, так скажем, теоретическое компьютерное моделирование или ты прям лезешь и создаешь прям механику, то есть, ну, вот это какая-то такая физическая инженерия? Ну, так как это чип, там все в нанометрах, то много на симуляциях. Но, опять-таки, я использую знания физики, знания там различного электромагнетизма, цепочек, для того, чтобы придумать систему. А потом я иду уже к симуляторам, и вот уже с этими, да, как бы значениями, которые я написал ручкой на бумаге, я иду в симуляцию и симулирую вокруг, вокруг вот этого, да, как бы предикшена. Вот. То есть, есть и симуляции, и теоретическая работа включается. Поясни чуть подробнее, вот какую именно проблему вы решали в этом проекте и что удалось сделать? У меня такой полуиндивидуальный проект. Суть его, на самом деле, заключается не в том, чтобы придумать какую-то систему, как вот аспиранты. Аспиранты, они там первый год-два, по сути, учатся делать то, что сейчас делаю я. Это как раз, как сделать вот этот трагерцовый чип. Дальше они выбирают какие-то проекты в своих сферах, в которых они уникальны, и пытаются это применить. Мой проект был, это вот сделать эту саб-систему, да, там, сделать чип на, там, Intel 16 нанометров и отправить, отправить это на фабрику, и потом это измерить. Ты имеешь в виду протестировать, как он работает? Протестировать, да. И, по сути, итог моей работы сейчас, вот я отправляю этот чип на фабрику, я презентую этот проект в группе, но публикацию можно сделать в этой сфере, она как бы более рискованная, например, чем Computer Sense. Публикацию можно делать после того, как чип пришел, это будет через, там, 8 месяцев. И ты его измерил, он работает. Если он не работает, нужно делать еще раз. И поэтому за все время аспирантуры в этой группе у людей 4-5 статей, 3 статьи, у кого-то 2. Вот, но это обычно статьи в самой лучшей конференции. И для меня итог этой работы – это скорее познакомиться с профессором, познакомиться с аспирантами, узнать о том, какие вообще лаборатории есть в MIT. И на самом деле, как бы хотелось публикации, конечно, но самое важное для поступления в аспирантуру – это рекомендательное письмо от профессора. И все знают, что мой профессор – это очень крутой профессор, что он очень консервативен с тем, как он пишет рекомендации. И я думаю, что мои шансы поступить в хорошую аспирантуру, даже без статьи, будут довольно высокими. Подожди, а ты сейчас идешь, собираешься в магистратуру или аспирантуру? Что у тебя за план? Сейчас я решил, чтобы не жить на вот эти небольшие деньги, которые во время магистратуры и аспирантуры, я решил пойти работать в Apple на два года или год. И после этого уже подавать в… Ну, либо возвращаться сюда, на магистратуру, куда я уже поступил, либо, возможно, сразу на аспирантуру, если мне покажется, что вот в этой… в лабораториях исследовательских в индустрии не так интересно, как в лабораториях в академии. Подошли к главному зданию MIT, сейчас пойдем внутрь. Вход абсолютно свободный для всех. Во время ковида его закрывали, но сейчас можно всем. Никит, а чуть подробнее расскажи про стажировки. Просто, ребята, если вы смотрели первую часть, первое интервью с Никитой в начале его обучения здесь, в сентябре, ты говорил, что… Ну, здесь просто какое-то безумие, что студенты еще в сентябре на первом курсе уже все оголтело подаются на стажировки, чтобы летом в конце первого курса вот идти в какую-то фирму, и вообще здесь это считается нормальным. Вот расскажи в итоге, куда ты сам стал подаваться, и где стажироваться там, не знаю, в первый год, второй, там, третий. Действительно большой ажиотаж, все об этом говорят во всех столовых и так далее, и пытаются подавать с первого курса, проходить интервью. У меня было там несколько интервью, я, может, подался в 200 компаний, то есть это нужно принять, да, что это… В 200? Да, на первом курсе. И на втором и на третьем, на самом деле, я тоже подавался в 150-200 компаний, потому что это, по сути, просто теория вероятности. То есть ты весь год просто… Не весь год, а там… В какой-то момент, там есть сезон, обычно это зима в Америке, то есть ты обычно получаешь свою стажировку в декабре, в январе, на лето, а потом уже все места заняты, и хайринг очень медленный. А подаваться, стало быть, надо, когда на нее… Ну вот как раз в декабре, в ноябре. А, то есть ты подаешься, и сразу же тебе сообщают решение. Ну там через месяц, собеседование, примерно так это происходит. Так, и куда ты попал? Я первым летом проходил там несколько собеседований, но в итоге произошел ковид, и поэтому во многих местах просто отозвали, закрыли вакансии и так далее. Но так как в России в этот момент ковид еще не дошел, то я написал там в какие-то компании в Москве, и я в итоге стажировался в небольшой компании «Смирнов Дизайн» в Москве, занимался электроникой. И на самом деле как бы такая, как будто бы ерунда, но в итоге на втором курсе, я по сравнению со всеми американцами, первокурсниками, у меня была реальная стажировка в индустрии. Они все пропустили. Они все пропустили, да. Ну или они там делали исследования первым летом. И я подавался в Apple, и я вот прошел в Apple в команду, которая занимается производством, ну точнее дизайном айфона, и вот, собственно, вот этот телефон, айфон 13, кусочек него я принимал участие в разработке. Микроэлектронику какую-то. Да, 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 как раз айфоновская вот эта главная плата. И это была моя первая стажировка после, точнее, моя вторая стажировка после, первая стажировка после второго курса, но суммарная вторая. И потом я уже решил идти в что-то более глубокое, больше связанное с физикой, низкоуровневое. И я уже попросил своего рекрутера и команду подать мое резюме в какие-то группы, которые занимаются разработкой чипов. И я поступил на свою третью стажировку, это было тоже в Apple, но в команде, которая занимается как раз чипами, в которой я был единственным бакалавром. То есть обычно считается, чтобы заниматься чипами нужна аспирантура, но так как я очень быстро за два года закрыл все классы, и на третьем курсе я уже брал… То есть ты по уровню был уже как бакалавр, закончивший университет. Ну и даже больше, я уже взял какие-то классы с аспирантуры, и поэтому у меня выпала такая возможность, это то, чем я занимался, и от них я получил оффер на то, чтобы вернуться, и вот у них я как раз буду работать. То есть ты у них тоже будешь микроэлектронику создавать? Ну да, разработка чипов, да. От первых, это еще не полагалось, чтобы оффер на дальнейшую, дальнейшее трудоустройство, это слишком молод или как? Мне дали, там дают оффер на возврат на стажировку, мне его дали, но я не хотел в эту группу идти, я хотел поисследовать еще, и на следующий год у меня было суммарно 5 офферов, 3 от Apple из разных групп, один от Intel, один от Microsoft. А почему, скажем, ты Intel не выбрал? Из-за того, что я уже в Apple показал себя, у меня вот выпала эта возможность стажироваться в команде, в которой все аспиранты, и меня это очень привлекло тем, что уровень, да, это глубже и ближе к тому, что мне интересно. В Intel было бы что-то похожее, но там я бы не был в команде аспирантов MIT. Когда студент стажируется, ну, если это не секрет, то ему достойную платят зарплату, такую же, как сотрудникам? Ну, зарплата, конечно, ниже, чем у сотрудников. Я могу сказать, сколько получают стажеры в Apple, там, в каких-то смежных технических компаниях, это 42 доллара в час. Вот, это именно в технических. А это в месяц сколько примерно? Это нужно считать. Ну, это, по-моему, 90 тысяч долларов в год, то есть нужно поделить на 12. И налоги, да, где-то? Ну, меньше, там, 15-20% налоги с такой зарплаты. Ну, в итоге получается примерно 6-7 тысяч долларов в месяц, то есть это сколько? Ну, там, 400 тысяч рублей, вот, по сравнению с моей первой стажировкой в Москве, где я получал 26, и 24 тратил на студию за МКАДом. Так, ну, и получается эти деньги студент обычно, наверное, экономит, чтобы потом в течение года тратить, или как? Ну, там, если что-то дается. Ну, какую-то, да, финансовую подушку, или путешествовать, ну, в общем, кто куда хочет. Никит, чуть-чуть вернемся к вопросу, который мы начали обсуждать, это вот про магистратуру. Я спрашивал тебя о том, что, ну, вот, некоторые люди делают Europe, то есть, ну, по сути, курсовую, научную во время бакалавриата, чтобы иметь шанс поступить в магистратуру и получить финансирование в этой магистратуре. Вот расскажи чуть подробнее, то есть помогло ли тебе участие в исследовательских проектах поступить в магистратуру, и вообще, как эта процедура внутри MIT устроена для студентов, и также, вот, а почему, там, вот, не PHD, и можно ли эту магистратуру потом превратить в аспирантуру, если надо? Ну, магистратура в MIT, тут есть такая программа, называется MENG, то есть это магистратура за один год. Требования поступить в нее такие, нужно иметь оценку выше какого-то значения, и нужно хотя бы один раз поучаствовать вот в этой исследовательской программе. Это может даже, там, может, ты не написал эту курсовую, то есть просто нужно поучаствовать в том или ином виде. Потом ты приходишь туда, можешь, там, работать, учиться один год, финансирование происходит по трем источникам. То есть это может быть либо профессор выделяет тебе финансирование на все время, это 100 тысяч долларов примерно за студента, то есть профессору это стоит денег, то есть он реально, если... Ну, вы должны пользу ему в науке приносить. Да-да-да, поэтому часто люди идут на бакалавре вот этот Europe, делают с каким-то профессором, показывают свои навыки, учатся чему-то и потом идут в магистратуру к этому профессору, и тогда у них есть шанс получить как раз это финансирование. Потом можно вести семинары. Если ты ведешь семинары, то тебе тоже оплачивают в магистратуру. И также есть... А подожди, извини, вот если ты ведешь семинары, этих денег хватает только на покрытие учебы или на там общагу и питание тоже? Ну, финансирование считается так, что независимо от того, какой путь ты выбираешь, тебе хватает денег на существование, все существование. Это не шик, но это проживание, еда и самообучение. Тебе просто нужно с кем-то сработаться, и если будет заинтересованный в тебе профессор, то ты автоматически идешь вот на такую магистратуру со стипендией. Да, да. Вот в этом плане магистратура для моего направления довольно простая, но не во всех направлениях есть эта магистратура. Да, это именно инжиниринг, электрикал инжиниринг и компьютер сайенс. Да, да, самый большой факультет в MIT. Если ты начинаешь делать такую магистратуру, то можно ли превратить это в аспирантуру как-то плавно? Формально такого процесса нет, но все сильно облегчается, потому что профессор тебя знает. Если ты хорошо себя зарекомендовал, то ты подаешься в MIT, и твое преимущество по сравнению, например, с ребятами, я не знаю, которые извне, из Сербии подадут, например, в том, что тебя знает профессор. И в MIT для того, чтобы поступить на аспирантуру на мой факультет, процесс следующий. Твоя заявка просматривается комитетом, и нужно... В этом комитете много профессоров, и нужно, чтобы два человека просто поддержали твою заявку. И так как ты уже делал какие-то исследования, а если ты еще и бакалавр, который здесь классы брал и хорошо себя зарекомендовал профессору, то твои шансы получить вот эти два голоса сильно вырастают. И я знаю ребят, которые делают исследования в магистратуре, и потом переходят к этому, уже поступают на PHD в MIT и идут к этому же профессору работать. И по сути это означает, что им еще добавят сколько, четыре года аспирантуры? Ну, вот там на обучение или сколько это займет? В аспирантуре, как и на бакалавре, требований сколько лет нет. Можно получить аспирантуру за... Вот у моего профессора, у которого я на первом курсе сажировался человек, за полтора года аспирантуру закончил. То есть это... Когда ты принесешь достаточно вклада и договоришься со своим профессором, тогда ты и выпускаешь. У всех профессоров разные требования. Кто-то делает аспирантуру семь лет, кто-то два года, кто-то три. Поэтому формального требования нет. Да, но, скажем, важный вопрос, насколько более-менее гарантировано финансирование? Знаешь, ну, мало ли там, особенно в экспериментальной физике, может быть, затык из-за просто технических каких-то проблем? Такое может быть. MIT, насколько я знаю... Опять-таки, я больше всего знаю про свой факультет, про физику не могу сказать. Дает общее финансирование на год или на два, может, на полтора. Вот. То есть это дается всем гарантированно, кто поступает. И за этот год-полтора-два тебе и твоему профессору нужно найти финансирование. Во-первых, чтобы тебе зарплату платить, это там тоже там 80-колько-то тысяч долларов. А во-вторых, чтобы ты мог пользоваться оборудованием. В общем, найти спонсора в том или ином виде. И если, например, фандинг не находится, то обычно люди идут к другому профессору. И это продлевает их аспирантуру. Но вот такой капитализм. Ты допускаешь мысль, что ты потом в аспирантуру пойдешь? Думаю, что да. Думаю, что моя вот эта... Мой бэкграунд в физике, моя любовь к науке, она меня тянет всё-таки делать исследования. Ну, то есть у тебя... Просто я извини, потому что прерываю. Некоторые люди, знаешь, они заканчивают универ и такие... Нет, всё. То есть я уже в исследовании не ногой. То есть у тебя нет такого. Просто что, индустрия выглядит привлекательно, я пойду попробую, но в целом, может быть, и в науку вернусь. Ну, да. Но это такая комбинация, что, во-первых, на аспирантуре ты зарабатываешь очень мало. То есть ты буквально существуешь. А компания в этом случае мне даст какую-то финансовую подушку. Во-вторых, компания меня обучит техническим навыкам. То есть если я, например, буду работать в квантовых компьютерах, в квантовой инженерии конкретно, или в электриковой инженерии, то у меня будет экстра навык того, как эти чипы делать лучше. И я не буду тратить время, по сравнению с остальными аспирантами, на то, чтобы как-то лучше тестировать или ещё что-то. То есть это даёт преимущество и с точки зрения исследований, и профессора понимают, что меня нужно меньше учить. То есть это такая комбинация вещей. Ну, давай вот тут пройдём. Ну, да, у меня как бы любовь и стремление учиться сквозь эти годы в MIT сохранилась. И даже, наверное, усилилась, потому что вначале я больше такой так, не хочу заниматься чисто исследованиями, идти вот по этой типичной дороге физика-олимпиадника, который там так, олимпиадная физика, фоб, наука. Хотелось что-то более прикладное, но в итоге я оказался таким инженером среди физиков, но физиком среди инженеров. И это то вот место, где я бы хотел находиться. А скажи, пожалуйста, вот это то, что в начале первого курса мы обсуждали твой план квантовыми компьютерами заниматься. То есть вот как-то, ну, грубо говоря, можно ли это назвать изначальной идеей, ну, там, стать космонавтом, и сейчас вроде ты повзрослел, ну, и занимаешься тем, что, ну, там, востребовано. Или ты думаешь, что вот то, что ты сейчас делаешь, это на самом деле ведет к тому? Ну, это такая комбинация в начале действительно. Ну, квантовый компьютер — это очень такая расхайпленная тема. Очень много вокруг нее ажиотажа, много финансирования. Ну, Google сейчас там, да, очень это все развивает. И на самом деле вот, это на самом деле становится больше уже не просто чем-то абстрактным, это выходит в индустрию. То есть зарплаты аспирантов, которые выпускаются из MIT, вот из квантовых групп, они могут пойти в Google, в Amazon, и у них зарплата стартовая — это 300 тысяч долларов в год. То есть это очень приличная зарплата. Сравнимо там с софтвер-инженерами, которые пять лет проработали или там четыре года. И, в общем, это и практично, и мне интересно, потому что как бы я могу принести вот вклад на вот этом, на этой границе между инженерией и физикой, потому что мало инженеров на самом деле хорошо учат физику и мало физиков знают о том, как сделать инженерию. И вот это то место, куда я пытаюсь как бы ударить, и посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, я выберу что-то смежное, может быть, фотонику, может быть, да, там какие-то полупроводники. Но из всех вот этих сфер сейчас меня больше всего привлекают квантовые компьютеры, как, собственно, на первом курсе. Мы проговорили с тобой, что при желании можно закончить побыстрее. Ну, допустим, если ты там платят родители и хочется сэкономить, а скажи, пожалуйста, вот некоторые люди делают трансфер, например, и им сразу первый год засчитывают, я не знаю, может быть, кому-то и первые два года засчитают. И получается, что нужно учиться еще там три года. А человек хочет подольше задержаться. И можно ли учиться не четыре года в бакалавриате, а вот затянуть? Ну да, это даже не трансфером можно делать. Обычный человек может не четыре года. Я знаю, вот девочка как раз из России, бакалавр, она, по-моему, дополнительный семестр ей одобрили. Ну, в общем, все считывается так. По умолчанию дают трансфером финансовую помощь, насколько я знаю, на три года, бакалавром на четыре. Но если ты... Сейчас, подожди, я поясню. Имеется в виду, то есть бакалавры те, кто поступают на первый курс, а трансфер, кто переводится на второй. Да, да, да. То есть стало быть, ну, четырехлетний бакалаврят, то есть либо полностью четыре, либо доучиться три года. Да, да. И получают вот по умолчанию на эти сроки финансовую помощь, но в каких-то случаях можно получить на дольше. Особенно у трансферов это распространено, то есть у меня знакомая девочка из Мексики, она, по-моему, на два дополнительных семестра, то есть на год, то есть экстра там ей 80-90 тысяч долларов за обучение в MIT выделили, потому что у нее была хорошая причина. То есть она там написала, что либо она не успевала закончить программу, либо вот, насколько я знаю, девочка из бакалавра, она поменяла свое направление в последнем году, и поэтому она не успевала просто выполнить вот это новое направление. Поэтому это не считается как такой прихотью, но если ты правильно это объяснишь, то финансовую помощь дают. А ты вот говорил такой лайфхак, что здесь есть обязательные курсы, да, ну там гуманитарные, либо вот эти межфакультетские, типа там химия, биология, что вот оставить их наконец, что... Да, да, это самый простой способ, на самом деле. Если ты оставляешь вот эти обязательные курсы до конца, ты как бы просто банально выпуститься не можешь. Ты приходишь к ним с фактом того, что ой, я не взял биологию, ой, вот не рассчитал, адвайзер у меня не усмотрел. И они такие, блин, ну что с тобой делать? Оставайся. Продлим еще там на семестр или два. Да, примерно так. А скажи, пожалуйста, вот ты упомянул сейчас про стипендию, да, там 90 тысяч. Я помню, что когда ты поступил на первый курс, у тебя 85 было. Ну это примерные цифры, да. Вот скажи, пожалуйста, во время обучения система как бы нужно каждый год подавать там финансы своей семьи, и система каждый год пересматривает, и может ее увеличить или уменьшить? Да, да, именно так. И причем один год, я даже, по-моему, две тысячи долларов мне нужно было заплатить. Это потому что ты на стажировках стал зарабатывать? Там не совсем еще до этого дошло, но у меня папа стал больше зарабатывать, и мне увеличили стоимость, но в итоге потом моего папу уволили, и я в конце года написал петицию, и мне ее обратно увеличили. То есть это гибкая вещь, если нужны деньги, то MIT всегда помогает, или там, например, если какие-то проблемы с зубами, тут медицинская страховка не включает dental care, то есть не включает донтистов, и если что-то происходит, и ты не можешь приехать домой, то есть специальные фонды, которые... Тоже можно попросить. Которые, да, можно попросить, и они помогут. Так. А вот о стажировке, то есть они могут существенно повлиять на стипендии? Или, в общем-то... Смысл в том, что... Ты там пару месяцев работаешь. Да, но смысл в том, что ты подаешь налоги за два года тому назад. В Америке такая система, что ты когда подаешь вот эту аппликацию, то важно не сколько у тебя сейчас, а сколько было два года назад. И поэтому мою стажировку первый раз MIT увидела только, когда я на четвертый курс я подавал, только первую мою стажировку, и... Но при этом мой отец в это время не работал, и поэтому оно как бы компенсировалось, у меня ничего не изменилось, и последний год я получал тоже финансовую помощь полную. Но вот если бы на следующий год я подавал, то тогда они бы, скорее всего, попросили меня заплатить. Никита, а можешь чуть подробнее рассказать про особенности преподавания здесь и вообще устройства учебной программы? Ну, наверное, такая основная разница, которая была для меня новой, это то, что классы ты выбираешь полностью почти сам. То есть там есть какие-то требования, и то даже требования не то, чтобы совсем строгие. То есть нужно взять, например, два класса из пяти, из этого направления. Для меня это раскрылось с очень хорошей стороны со временем, потому что я увидел в этом много плюсов. То есть, например, когда ты выбираешь класс, если тебе не нравится класс, если его преподают плохо, если, ну, вообще, какая-то есть проблема в этом классе, ты его можешь дропнуть, взять в следующем семестре. Это дропнуть, значит, ну, просто бросить в середине, и, ну, это никак не наказывается. Да, да, да. И люди так делают. Это как бы первая причина. Во-вторых, есть такое следствие, что из-за того, что система так работает, то на самом деле у преподавателя вы становитесь клиентами. То есть преподаватель, если он преподает плохо, его дропнут, его не возьмут, у него будет плохой рейтинг, на него надавят департамент, или у него будет меньше финансирования. И поэтому преподаватели относятся к студентам вот реально как к клиентам. Они пытаются ему лучше преподать, они пытаются лучше структурировать программу, потому что их перформанс, их шанс получить tenure, это зафиксироваться за вузом, получить навсегда работу, он зависит от того, как они преподают классы. Поэтому, ну, видно, что преподаватели там часто могут с тобой встретиться. Я много встречался с преподавателями лично на час, там что-то обсудить. Часто стараются быть доступными и очень структурируют материал. Это вот второй такой положительный аспект. А подожди, извини, сейчас ты запомни следующий шаг. Но просто у меня такой вопрос. А не ведёт ли это к какого-то роду вырождению? И вот примеры того, что я просто наблюдал, это когда преподаватель приносит там пиццу и пончики, кофе для студентов или ведёт лекции излишне развлекательно. То есть, по сути, ну, типа, я хочу вам понравиться, поэтому я вас не напрягаю, а развлекаю. Ну, это сильно больше присутствует в начальных классах. Но мне кажется, это вполне... На младших курсах. Ну, на младших курсах, да. Но начальный класс можно взять и на третьем курсе. И я думаю, что вполне это, да, справляется с целью привлечь людей, возможно, как-то экстренно. Точнее, экстренно. Чтобы вы поняли моё негодование касательно качества преподавания на некоторых предметах MIT, то вот вам кадры с лекции. Стремление преподавателя понравиться студентам здесь выражается в то, что он начинает им дарить подарки, например, как на этом кадре студентка получила Nintendo, приставку для игр. А дальше одна из команд, которая показала худший результат среди студентов, получает клубничку и буквально завозят клубнику. Их отметили и им вручают какие-то чашки с едой, десерт какой-то. А, им клубничку вручают. Это лекция для тех, кто не понял, что происходит. Не ведёт ли это прямо, знаешь, к вырождению, что, типа, в результате мы не обучаемся, а пытаемся понравиться, ну, препод просто пытается понравиться студентам. Знаешь, вот был такой фильм «Республика Шкит», такой ещё чёрно-белый, ты не смотрел? Нет, не смотрел. Там был учитель словесности, они взяли, и он в результате пел такие, как хулиганские песенки, там, «Не женитесь на курсистках», они толстые, как сосиски или что-то такое. И, то есть, вместо обучения он, ну, реально просто заигрывал с учениками. Ты не наблюдал такого масла? Потому что, скажем, на каких-то предметах я такое видел? Ну, я думаю, что это вполне, как бы, да, возможный способ преподавателя привлечь, но я не вижу, чтобы это вело в какую-то проблему, потому что, как я уже говорил, в итоге более серьезные классы, когда ты начинаешь идти все дальше и дальше, когда ты уже втянулся, когда ты заинтересовался, их ведут топовые преподаватели, да, там, которые получают, там, филсовскую премию, нобелевские премии, там, участвуют в топовых конференциях, они их ведут чаще всего для своих собственных аспирантов. Они просто выделяют это время и учат своих аспирантов. Им не нужно там конфеты приносить. Их цель – научить качественно делать топовый ресерч, и поэтому качество более поздних классов, да, там по математике. То есть это ты имеешь в виду грейдиот уже? Graduate классы, да, то есть это либо аспиранские классы, либо вот эти advanced undergraduate, то есть это финальные классы бакалавров, они уже гораздо более технически нагружены, там могут какое-нибудь шоу сделать, там, для какого-то развлечения, ну, в общем, я вот там какой-то, какой-то проблемы не вижу. То есть там серьезно, да? Ну, да, да, я бы сказал. Так, ладно, хорошо, извини, а теперь вот следующее, что ты хотел сказать? Так, да, третье преимущество это то, что ты не просто приходишь и такой, так, все, у меня вот там есть мой бакалавр, класс уже выписан, я их просто беру, не задаю вопросы, зачем они мне нужны, или даже не понимаю, зачем они мне нужны. А ты приходишь, и первый вопрос, который тебя задают на первой неделе, что ты хочешь взять? И ты начинаешь думать, так, что я хочу взять? Если тебе дают вот этот выбор, ты начинаешь чувствовать за него ответственность, ты начинаешь думать, а зачем мне это? И студенты гораздо раньше начинают задумываться над тем, что, ой, так хорошо, я бы сейчас сфокусировался на программировании и статистике, потому что я хочу первым летом пойти на такую-то стажировку. Или я хочу сделать ресерф в такой-то лаборатории, а там есть нанофабрикация, поэтому я возьму класс по наноэлектронике, чтобы уметь сделать такой чип. И люди, во-первых, с большей мотивацией приходят в эти классы. Ну да, то есть это твой собственный выбор, поэтому, ну, если ты тут там прогуливаешь или списываешь, а зачем ты это выбирал? Ну да, да, а во-вторых, это ты гораздо раньше начинаешь задумываться о своей карьере. И это, опять-таки, идет параллельно с тем, как часто люди обсуждают стажировки, как много студентов делают исследования на первых курсах, и такая вот комбинация суммарно идет. А смотри, тут есть два момента. Ну, то есть первое, я, конечно, замечу, что здесь есть обязательные курсы. Вот мы до этого и упоминали, там это, например, химия или биология, и, ну, это обязаловка. Шесть курсов за все время. Да, и там такой механизм, соответственно, может не работать. А другой момент, это вопрос, а не ведет ли, знаешь, вот такое дело, когда, ну, мы говорим, пусть Андеград сам выбирает, что он хочет слушать, не ведет ли это к какой-то фрагментации его образования, потому что, ну, вообще говоря, учебный процесс, это такая целая система, и там один курс строится из другого, и некоторые курсы вместе увязываются, а здесь получается, что, ну, скажем, студент вот тут делает, а вот это он недопонимает, ну, то есть одно дело, знаешь, когда профессионал-дизайнер, ну, скажем, в условном физтехе придумал, что, ага, вот так это должно быть выстроено, и вот это отсюда следует, или, ну, просто я как препод в универе это прям видел, то есть собираются профессора, говорят, ага, вы в своем предмете вот эти темы покрываете, а мы тогда на следующий год начнем их, ну, как бы уже применять, вот, а если студент сам тут взял, там взял, то, ну, как бы возможно будет немного, как такое, как бы сказать, не очень выстроенная система. Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Вот ты такое не сталкивался, не наблюдал? Я, во-первых, такая система есть, то есть перед каждым классом есть так называемые prerequisites, требования, перед тем, кого взять, и там есть список классов, которые преподаватели рекомендуют взять до этого. Рекомендуют, да. Да, есть те, кто очень настоятельно рекомендует, или не пускает вообще людей без такого класса. А я вот, вот я слышал, что никто не смотрит. Нет, есть, зависит, зависит. Я, например, когда взял квантовую механику 2, второй юнит, у меня не было предыдущего, особенно в таких больших классах, квантовая механика 2, это очень популярный класс среди физиков, им важно, чтобы никто из студентов не фейлил, потому что, если студент фейлит, с них спрашивают, а почему вы не обеспечили студенту такое хорошее образование, чтобы он, да там, сдал, и они поэтому не хотят, не так охотно берут людей без требований. И в итоге я там договорился с преподавателем, у меня был просто там час устный экзамен, он меня там по квантам гонял, по первым, чтобы я мог взять вторые кванты, вот. Но это от департамента к департаменту и от профессора к профессору. То есть профессор может настоять, чтобы это требование было включено, но часто у тебя может быть устный какой-то диалог, ты часто можешь спросить, и все выстраивается скорее просто на желании человека, что я вижу этот курс, да, преподаватель будет с тобой говорить, он будет встретиться с тобой через неделю и скажет, мне кажется, что тебе не хватает вот этого. Смотри, вот тут я соглашусь, но это довольно просто, когда, ну, то есть там типа квантовая механика 1, квантовая механика 2. Но другой момент, когда у тебя идет что-то конкретное, ну, например, там прикладная математика, и вообще говоря, чтобы там шарить, нужно там уравнение в частных производных пройти или нал пройти, ну, там матанализ, там еще, и, ну, вот такой системности, то есть вот это уже отследить сложнее, и если студент, то есть там реально студент должен был взять до этого конкретные там 7 предметов, чтобы делать это полноценно, а такое требование, ну, уже будет немножко неадекватным, потому что, ну, едва ли. Обычно требуют, ну, это очень индивидуально, то есть я думаю, что тут какой-то проблемы я лично в этом не увидел, то есть есть преподаватели, которые, если считают так, со своей точки зрения, вот я преподаватель, я так считаю, они инфорсят это, то есть они заставляют людей либо брать предыдущие классы, либо реально проверяют, но в моем направлении в Electrical Engineering чаще всего складывалось так, что если есть требования, ты подходишь, и чаще всего тебе не говорят, что ой, ты не можешь взять, потому что этого не знаешь, тебе говорят, есть такие-то ресурсы, если ты хочешь вот это догнать, и ты по течению, смотри, дроп дейт, три недели до финальных экзаменов, то есть ты два с половиной месяца можешь ходить без какого-то риска, и если все-таки у тебя не получается, то дропай, это в итоге ответственность как бы сильно больше уходит на студентов, и, конечно... А я боюсь, вот как препод, я боюсь, что вот препод со своей точки зрения, он скорее наоборот что-то из модуля уберет, потому что, ну, грубо говоря, нельзя предъявить слишком много требований к студенту, потому что никто тогда не пойдет слушать этот предмет, и тогда просто что-то будет упрощено в нем. Я не согласен, потому что все-таки культура MIT, как я говорил, что можно брать три класса самых простых и выпуститься, но каждый студент, которого я лично знаю, очень стремятся взять больше нагрузку, тяжелее класса, и поэтому какой-то такой проблемы опять-таки в моем информационном пузыре я не видел, то есть люди хотят знать тяжелое, хотят знать больше, и опять-таки все это идет параллельно тому, что вот эти graduate классы преподаватели преподают своим студентам, которым нужно, чтобы они послезавтра пошли и написали в лаборатории что-то сделали или написали про это статью, поэтому я вижу вот эти аспекты, и они дискутируются среди преподавателей, преподаватели обсуждают друг с другом, что вы включаете, что вы включаете, какой мы, например, школа квантовой инженерии сейчас строится на базе MIT, там лаборатории открываются, и выстраивают такой трек, сколько классов там нужно взять, какие классы, где мы что покрываем, и они обсуждают это, они предлагают студентам какие-то road maps, то есть какие классы лучше взять из то направления или то направление, или в electrical engineering в целом во многих сферах так, и поэтому как мы глубоко ушли, но… Не, но это очень специфичная вещь. Да, это очень специфичная вещь, но в итоге вот как бы у людей с таким подходом, как я, это работает, работает очень положительно, и вот у людей в моем информационном кругу работает хорошо, но я уверен, что преподаватели думают о многих аспектах, и в том числе есть какой-то такой трейд-офф, размен того, что там качество, там какое-то понимание, особенно на начальных курсах, но потом, мне кажется, это меньше становится. Мне очень понравился, сразу скажу, твой аргумент про то, что ты говоришь, что это не просто преподы, как бы, ну, выпускников прогоняют через свой предмет, а то, что часть из них они готовят под себя свой проект, свою лабораторию, и в этом смысле они должны быть заинтересованы в качестве. Никита, а мог бы ты дать какую-то рекомендацию уже вот так, исходя со взгляда не как первокура, а того, кто заканчивает, вот для тех, кто поступает, что ты порекомендуешь? Ну, моя рекомендация остается по технической стороне такая же, то есть нужно какое-то крупное достижение. Сконцентрируйтесь на чем-то конкретном. Да, 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 то есть это может быть Межнар, это может быть какой-то Intel ISF Project, какой-то Ресерч, в какой-то лаборатории, да, то есть многие думают, что только Олимпиады, но на самом деле в МАТ есть ребята, которые просто пошли там, я не знаю, в УРФ, ну, пример, а, кстати, пример, есть такая девочка в Принстоне учится, она в УРФу делала исследования, просто пришла там к профессору, сказала, пожалуйста, вот возьмите мне, я думаю, что... Еще в школе обучается. Еще в школе, да, я думаю, что во многих местах такое мероприятие организовать очень просто, потому что профессора, можно найти профессора, который хочет помочь, и, в общем, они делали исследования, и вот она поступила в Принстон таким способом. А, подожди, у нее вышла статья или что? Ну, на какие-то конференции она ездила, это второстепенно. Получается, будучи старшеклассницей, она уже прям так в науке поучаствовала. Да, да, и это тоже замечательный путь, это тоже... В ценности MIT замечательно вписывается. Это рекомендация номер один, сделать какой-то такой сильный технический кейс. И второе, это то, что я осознал уже потом, это что... Почему там... Почему взяли меня, мне кажется? Это не только потому, что у меня была азиатская олимпиада, много у кого были более крутые олимпиады, а потому что MIT ищет ценности в студентах. Оно пытается собрать кампус, который соответствует ценностям MIT. А конкретно моё эссе, основное, было про то, как я осознал цену коллаборации. Про то, как я, да, там, когда занимался плаванием, я был очень конкурентен, я не рассказывал своим сокомандникам о том, как я там... О каких-то сборах, которые бы меня вперёд вывели, а их оставили позади. О том, как я так делал, в итоге там, да, получил травму, остался ни с чем, там, да, без каких-то продвижений, без каких-то связей. И в итоге вот какое-то такое осознание коллаборации ко мне пришло. Я начал вместе с ребятами готовиться к поступлению там в Сунте. Я с лучшим другом переехал в Екатеринбург. И вот этот аспект, я его раскрыл, и я увидел потом через годы обучения в MIT, насколько это большая ценность в MIT. И насколько здесь нет никакой такой, какой-то сумасшедшей конкуренции. Вот в MIT, например, по сравнению с Гарвардом, нет рейтингов студентов, нет выступления самого топового студента. Это всё происходит более так плоско и гораздо больше коллабораций. Вот, на мой взгляд, это одна из основных ценностей MIT, с которой срезонировал я. Другая ценность, это может быть просто вот да, любознательность. То есть в MIT это абсолютно прекрасно, как, я не знаю, в теории большого взрыва в сериале сесть и обсудить какое-то там исследование волновой оптики среди финансистов или математиков. То есть это тоже такая вещь. Или там пойти собрать какой-нибудь тоже там электронный скейтборд или какую-то установку. То есть люди более-менее во всех сферах очень заинтересованы в науке в целом. И это то, что тоже я знаю, что некоторые ребята писали о каких-то таких аспектах в своей жизни. Это то, что резонировало. И вот, наверное, вот эти две части культуры MIT, которые пронаблюдал я, какие-то люди могут быть не согласны, могут назвать какие-то свои. Но вот если писать эссе, если у вас есть аспект такой жизни, то, во-первых, блин, MIT будет очень крутым местом для вас, а во-вторых, подчеркните это в своем эссе. Потому что только основываться на технических каких-то вещах и написать просто о том, что ой, вот я там ни с кем не общаюсь, я просто работаю все время, шансы поступить в MIT будут ниже. Потому что... Ну, такие люди поступают. Такие люди поступают тоже. Люди олимпиадники, они вполне успешные. Но при этом я просто знаю, вот в мой год ребят, которые с более крутыми техническими результатами, чем я, подавали, тоже в MIT, кстати, вот там... Ты думаешь, у них эссе было слабее? Это моя гипотеза. Вот. Но я просто разговаривал потом с ребятами, которые вот поступили, тоже олимпиадники, может быть, не с таким крутым результатом. И везде в эссе вот я видел какую-то такую идею, которая как-то сопоставлялась с ценностями MIT. Скажи такой важный вопрос, потому что бытует такое мнение, и это многие люди пишут. Правда или неправда, что в MIT могут поступить, если говорить об иностранцах, только те, кто межнар какой-то взял? Вот даже азиатская олимпиада твоя. Статистически как будто бы правда, но возможно это ошибка выжившего. Я знаю девочку, которая поступила по проекту международному, я знаю ребят, которые там ездили на какие-то исследовательские стажировки тоже в Америку, которые без межнаров. Их меньше, но опять-таки мне просто кажется, что это менее протоптанная дорога. Как вот мы на первом году говорили, что у трансферов меньше шанс поступить, а в итоге через 2-3 года большинство студентов MIT... Ну вот сейчас кто учится. Да, из России это трансферы. И возможно мы сделали такое осуждение, а на самом деле просто никто не протаптывал эту дорогу. Так что идите, топчите эту дорогу тоже. Ага, хорошо. Я единственное сейчас дополню еще. У меня уже вышло видео про... Вот то, что Никита упомянул. Для школьников университет организует такие вот исследовательские программы. И вот здесь в MIT, Праймс, есть такая программа. Напишите в комментариях, если вы знаете про такую программу где-то в вашем локальном университете. Да, да. И вот у меня в лаборатории есть 3 китайца. У них это как обязательная программа для того, чтобы поступить в MIT, чтобы как-то... В школе это делается, да? И в школе ребята это делают, и в университете. То есть... То есть их местные университеты налаживают со школами... Ну, иногда университеты, иногда это через какие-то личные, личный поиск. Ну, в общем, это очень стандартизировано в Китае, например. Ну, в общем, такие возможности есть. И можно из школы такое делать. Я знаю, что ребят, которые на PhD поступают, тоже замечательный шанс как-то, да, выделиться из всех. Это уже начиная с университета, ездить на такие исследовательские стажировки сюда же. То есть есть куча грантов. Только не откладывайте до лета все, почти все дедлайны и в университеты, и на программы в декабре. То есть вы начали первый курс, хотите после первого курса на стажировку? В ноябре задумайтесь. Хотите после второго курса на исследовательскую стажировку? В ноябре задумайтесь. Иначе будет поздно. Хорошо. Спасибо большое, Никит. Огромное спасибо, ребят. Если еще не смотрели первую часть, как Никита поступал сюда, обязательно посмотрите. Я размещу ссылку в описании. Ну, тебе спасибо огромное. Надеюсь, ты вдохновишь ребят учиться хорошо, заниматься наукой еще в школе. Да. Удачи, ребят. Спасибо, что досмотрели это видео. И, конечно же, на смену Никите в MIT поступают новые студенты. И у меня есть замечательнейшее видео со студентами MIT. В том числе истории с теми, кто перевелся сюда в недавнее время или с теми, кто оказался в MIT на гранте без каких-либо международных и вообще олимпиад. Чтобы попасть в MIT, есть просто невероятные хитрые пути. Эти видео я обязательно вам покажу. А если вы хотите ускорить этот процесс, то обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где идут интересные дискуссии об образовании. Как только это видео наберет 7 тысяч лайков или на телеграм-канале станет 7 тысяч подписчиков, текущих 5 тысяч, я тут же выпущу видео и еще интервью с другими студентами MIT. Я желаю вам всего самого прекрасного. Сдавайте успешные экзамены, учитесь и поступайте в самые лучшие университеты. Игорь Негода.